Атаман 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 За плечами целый век. 6 декабря свой 100-летний юбилей отметила жительница станицы Новодмитриевской Анна Федоровна Калмыченко. Родилась долгожительница в Краснодаре. Когда ей исполнилось три года, семья переехала в станицу Новодмитриевскую. Родители у меня хорошие были. Папа кузнец, а мама домохозяйка. А потом в садику она работала все время. Она хороший повар. Ее брали сюда только, чтобы готовить хорошо. Но семья была видна. Сказать это не то, что меня привели еще, а правда. Семья была хорошая. С 18 лет женщина трудилась в колхозе. Во время Великой Отечественной войны семья была вынуждена уехать в Адыгею. Пробыли они там вплоть до освобождения станицы. Вернувшись домой, Анна Федоровна помогала восстанавливать поселение. Ухаживала за животными, а также продолжила работать в колхозе. Специальность бухгалтер. Проработала в колхозе все время. Все хорошо. Все довольны. Люди приходили даже из-за советов, из-за всем. Я, в общем, начитанный человек. Понимаю людей. Знаю все это. Жизнь знаю. Женщина ушла на пенсию в 70 лет. За долгую плодотворную работу и заслуги Анна Калмыченко награждена медалью и почетным званием «Заслуженный колхозник» и «Ветеран труда». Анна Федоровна пережила в жизни много трудностей, но при этом сохранила душевную молодость. В таком достойном возрасте у женщины большая и дружная семья. Двое внуков, трое правнуков и трое проправнуков. На празднование знаменательной даты в доме юбилярши собрались родственники и гости. Поздравить Анну Федоровну приехали работники местной администрации, глава Новодмитриевского сельского поселения Елена Шамраева и глава района Адам Джарим. Они поблагодарили юбиляршу за многолетний труд, пожелали крепкого здоровья и преподнесли памятные подарки. Анна Федоровна призналась, что чувствует себя гораздо моложе своего возраста и продемонстрировала это на деле. Свои сто лет женщина полна сил и энергии. Анна Федоровна приняла приглашение главы исполнить с ним танец. Знаменательный день в адрес долгожительницы звучало немало теплых слов и пожеланий. Адам Джарим выразил ей огромную признательность за трудовые заслуги и пожелал благополучия, мира и счастья на долгие годы. Я сижу и думаю, вот эти вот маленькие хрупкие руки, сколько сделали работы за сто лет. Дай Бог, чтобы еще вам долгие годы, здоровья, семье благополучия. Еще раз спасибо вам, здоровья и благополучия. Юбилярша выразила благодарность за проявленную заботу и внимание со стороны семьи и руководства района. А также поздравила всех с предстоящими праздниками. Новым годом поздравляю вас, дорогие друзья. Будьте здоровы, счастливы. Не забывайте стариков, самое главное. Ну вот как меня жалеет, чуть не нянчить. Мне же это, знаете, очень приятно. И хочу, чтобы ущем так было. Жизненная позиция Анны Калмыченко – никогда не жаловаться на жизнь. Она принимает ее с благодарностью такой, какая она есть. Положительные эмоции так и переполняют долгожительницу. Она умеет от души посмеяться, рассказать о своей жизни, поделиться позитивом. Ее жизненный путь является достойным примером для подрастающего поколения. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok